Нам нужно привлечь больше людей в царство науки. И в этом нам поможет телевидение. Сэн, ты сделаешь нам телевидение? Нет, я. Мы сделаем телевидение. Когда захочешь получить телевидение, тыкай песню в сторону телевидения. Сан-Георгий, прошу. Стоит сыграть очень много. Сегодня мы увидим битву к кухне царства науки и кухню каменного мира. Наученную кухню будет представлять Сэнклэд, а кухню каменного мира нам покажет Хром. Курочка-гриль готова. Победа за Сэнклэд. Победа за Сэнклэд. Эта рыба настолько не прожарена, что если ее выпустить в море, то она поплывет обратно к своей семье. Как же научиться так вкусно готовить? Раскрой мне свой секрет. Все тайны царства науки. Приходите и узнаете лично. Моя очередь. Завтра на деревьях Сеганы прогнозируется переменная облачность. Осадки из камней. Так что будьте осторожны. Вам может пробить голову, и вы умрете. Также возможны осадки в виде легкого кислотного дождя. Поэтому если вы будете сушить белье, будьте вдетельны. А запада будет дуть синий северный ветер в 100-200 метров в секунду. Поэтому мы не рекомендуем выходить в море или куда-либо вообще. Вы можете улететь и не вернуться. Ха-ха-ха. На этом наш прогноз погоды окончен. С вами была я, жрица деревни Сеганы. И далее реклама нашего спонсора. Мой выбор шампунь лошадиная сила. С кетоконазолом отвергоди. В чем секрет моей популярности? Шампунь научная сила. И ваши волосы будут как конская грива. Моя очередь. Здравствуйте. Меня зовут Юдзериха. И это шоу «Модный приговор». Здесь мы изменим стиль нашего гостя в попытке изменить его жизнь. Передаю слово его родственнику, коллеге и нашему гостю Кинро. Всю жизнь мы стоим около моста. И мне надоела его унылая моська. Пускай она будет хотя бы красивая. Мы подобрали ему три, как мы считаем, идеальных образа. И сейчас наши жюри оценят, насколько сильно они изменили его жизнь. Прекрасный вариант повседневной одежды. Не только стильно, но и удобно. А пока наша модель переодевается в следующий образ, представим наши жюри. Собственно, это Кинро, его друг и напарник по дежурству с работы. Я Юдзериха, однозначно знаток моды и стиля. Игэ. Кстати, что ты тут делаешь? Хотя твой несочетаемый фиолетового и черно-белого вполне так можно отнести к моде. А у нас второй выход. Прекрасный деловой стиль подойдет для любой компании и без проблем вольется в любой дресс-код. Обратите внимание на плечи, насколько они стали более мужественные. Ну и последний образ должен нести, что угодно, в общем, нести в нашу программу. Этот образ действительно способен кардинально изменить его жизнь. Винтеряться в нижней части тела как приятный бонус. Ой, моя очередь. Знаете, создание танка, электродвигателя, антибиотиков, это, конечно, хорошо. Но, Сэнк, не пробовал ли ты начать с туалетной бумаги и нормальной обуви для жителей деревни? Знаете, почему жители каменного мира никогда не смеются на моих стендапах? Просто они сидят с каменными лицами. Рядом с нашей деревней стоит один окаменевший бодибилдер. Вы видели его мышцы? Они просто каменные! Ладно, ладно, я знаю, чем вас рассмешить. Однажды лупы и лупа пошли получать за два. Я так больше не могу! Силы их больше нет! Давайте, переключайте на другой канал! Да! Наконец-то! Моя очередь! Здравствуйте, дорогие мои смотрители, это коробочки. Это программочка «Давай поженись!» Я его обычная, как она. Вначале бы я хотела представить вам наших экспертов. Сэнком наш астролог. Я не астролог, я астроном. Это не ваш. И ген. Специалист по... По... В общем-то, по тому, о чем они не испанятся. Так и скажи, что я круче вас. Да больно. Наша сегодня героиня, Рури. Всего за один день до брака, ее бывший муж Сэнку приучил ее выходить на улицу. Была верховной жрицей, сейчас временно не работает. Мечтает, чтобы ее избранник был похож на ее отца. Признается, что у нее родственники из космоса. Скромное воспитание и необъяснимая тяга ко всему, что дадут. Читает привлекательным мужчин. Мужчин сельдерей на голове. Ее избранник может не иметь практически в деревне и садах, но обязательно должен работать. Искрометно шутить и не навязывать ей свои интересы. На роль ее будущего мужа претендует два молодых человека. Давайте познакомимся с первым из них. Хру, считающий на первом месте, должен стоять водород, а не жена и дети. Рури, твои родители случайно не Ионы Купром-2-ОАш? Тогда откуда у них такой голубой осад? Опять он здесь! Сегодня я принес своей избраннице настоящее зелье любви. Я приготовил его из чистой воды и 97% спирта. Пропорция один к одному. Очень интересный молодой человек. Я бы хотела услышать мнение наших экспертов. Сэнку, вам слово. Я считаю, что хром достоин нашего внимания. Это ваш прогноз как астролога? Нет, это мое научное объективное мнение. А мой прогноз – мы все умрем. А следующий наш участник – это молодой человек на пути изменить в своей будущей жизни. Ваш внешний вид рассказал нам больше, чем мы могли сказать словами. Нет больше сил терпеть. Горько! 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 Нет, я все же считаю, что хром больше подходит на роль мужа для Рури. Ты не прав. Видишь? Рури блондинка и гимроплодинка. Тем более, посмотри на его стиль. Выйдем в таком виде на улицу в наше время. Сразу бы привлек кучу внимания. Зато роба разговаривает на языке науки. Что может эта блондинка просит науки? И я даже сейчас не о девушке. Знаете, я тут подумала. Я лучше уйду в царство Силу Цукасу. Не хотя бы мужики нормальные. В каком это смысле? А мы, значит, ненормальные? Мы вполне ничего-то. Вот именно. Ни-че-го. Нет, давайте лучше передачу про жрачку. Нет, давайте про погоду. Очень настораживают летящие в лицо булыжники. Мне нужно строить камнеубежище или нет? Я хочу про моду. Может, мне тоже стиль смеет? Да, вот тебе и телевидение. А что, очень даже неплохо получилось. Драка за путь, прям огонь. Силу Цукаси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok